Второй и третий триместры беременности очень ответственный период и время больших и важных перемен. В оставшиеся до родов месяцы маму ожидает много нового и интересного. С 13-14 недели вынашивания малыша матка находится выше лунного сочленения. Из-за этого фигура женщины округляется и беременность становится заметна даже для посторонних людей. Важно не пропускать визиты к доктору. До 24 недели это необходимо делать раз в месяц, с 24 раз в две недели. Каждому посещению гинеколога следует сдавать клинические анализы крови и мочи. Если будущая мама резус отрицательная, а ее муж резус положительный, женщина ежемесячно сдает анализ крови на определение титра резусных антител. Если она не успела пройти пренатальный скрининг в первом триместре, можно сделать это с 16 по 20 неделю. Кроме того, до родов женщине необходимо пройти следующее исследование. В 19-20 недель УЗИ, чтобы убедиться, что малыш развивается по плану. В 24-26 недель глюкозотолерантный тест, чтобы оценить способность организма усваивать глюкозу и риск развития сахарного диабета во время беременности. В 30-32 недели оценивают кровоток в маточной артерии, пуповине и срединой мозговой артерии будущего малыша с помощью доплерометрии, чтобы выявить признаки возможной гипоксии. Также необходимо сдать биохимический анализ крови, каугулограмму, анализ на свертываемость крови, ее исследование на ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С. На том же сроке делают УЗИ, чтобы выяснить, нет ли у ребенка нарушений, требующих вмешательства сразу после рождения. После 30 недель кардиотокография КТГ, чтобы понять, как чувствует себя малыш и следить за его состоянием в динамике примерно каждые 7-10 дней записываются активность ребенка и сократительная активность матки. 36 недель мазок из половых путей для исследования на микрофлору и посев мочи на стерильность. При воспалительном процессе есть время, чтобы вылечиться до родов. После 37 недель УЗИ, чтобы оценить вес малыша, степень зрелости плаценты, количество околоплодных вод, определить сроки родов и тактику их ведения. К 16 неделе беременности заканчивается закладка внутренних органов будущего ребенка и формирование плаценты. Теперь именно она будет отвечать за поставки кислорода и питательных веществ в малышу и выводить продукты обмена. Кроме того, плацента начнет вырабатывать гормоны, нужные для нормального течения беременности, и станет барьером для вредных веществ, поступающих из внешней среды. С 18 недели будущая мама может почувствовать шевеление своего малыша. У вынашивающих первенца это правда происходит немного позже, в 20 недель. Запомните число, когда шевеления станут заметными и сообщите его своему доктору. Так как в этот период у будущего малыша закладываются зубы, женщине необходимо кальций и витамин D. Доктор порекомендует витамино-минеральные комплексы по результатам анализов. Начиная с 20 недели врачи советуют будущим мамам носить бандаж, который поддерживает увеличивающийся живот. Таким образом можно предотвратить появление растяжек. Кстати, с растяжками на животе и груди можно бороться, делая массаж легкими поверхностными пощипываниями кожи. К середине беременности грудь под действием гормонов увеличивается на 1-2 размера. Кожа ореолы темнеет, из соска понемногу может выделяться молозива. Темнеют также веснушки и родинки. С увеличением срока беременности усиливаются проблемы с желудочно-кишечным трактом. В этот период надо следить за работой кишечника. Так как матка растет вместе с ребенком, желудок прижимается к диафрагме, а кишечник раздвигается. Справиться с проблемами пищеварения поможет сбалансированная диета с повышенным содержанием клетчатки. Лекарственную терапию может назначать только доктор. Давление на органы брюшной полости может привести к появлению геморроя. Это связано с расширением вен прямой кишки. Еще одна проблема – изжога ощущения жжения за грудиной. Дело в том, что пищевод отделяет от желудка круговая мышца. Во время беременности из-за повышения уровня прогестерона расслабляется гладкая мускулатура, в том числе и внутримышечный сфинктер. Из-за этого кислое содержимое желудка забрасывается обратно в пищевод, чему способствует и повышенное внутрибрюшное давление. Не стоит забывать, что изжога может быть симптомом некоторых заболеваний. Если это состояние доставляет серьезные неудобства, сообщите о нем лечащему доктору. Уменьшить симптомы изжоги поможет щелочная, негазированная минеральная вода. При необходимости доктор может порекомендовать антоцидные средства. Принимать их без консультации с доктором категорически нельзя. Во время беременности повышается уровень половых гормонов, поэтому появляется выделение из половых путей с молочнокислым запахом. Возможны также изменения в результате анализов из-за ослабления иммунитета. Если будущей маме предлагают курс антибиотиков для лечения условно-патогенной флоры, лучше проконсультироваться еще с одним доктором. Не исключено, антибиотики не понадобятся. Повышенный уровень еще одного гормона эстрогена необходим, чтобы удерживать в организме жидкость для питания плаценты. Но это обстоятельство может быть причиной отеков. Ограничьте количество соли, постарайтесь не пить на ночь, откажитесь от кофе, крепкого чая, сладких газированных напитков. При многоплодной беременности отпуск по беременности и родам полагается уже в 28 недель. При обычной беременности его дают на сроки в 30 недель. Третий триместр беременности, который длится с 28 по 40 неделю, для многих женщин становится временем усталости, ведь нагрузка на органы и системы многократно увеличивается. Матка сильно увеличивается в размерах и давит на соседние органы, мочевой пузырь и прямую кишку, из-за чего приходится чаще отлучаться в туалет. Диафрагма поднимается, и дыхание становится поверхностным, энергичные движения могут вызвать отдышку. На сроке 28-29 недель может развиться синдром нижней полой вены, когда будущая мама лежит на спине, беременная матка давит на сосуды. Кровоток нарушается, что может привести к полуоморочному состоянию, резкому снижению артериального давления и тахикардии. Чтобы этого не произошло, женщине рекомендуется отдыхать на боку, подкладывая под бок специальные подушки. К 30 неделе будущая мама успевает набрать основную часть килограммов. После этого срока остается прибавить только 3-3,5 килограмма. Примерно на этом сроке время от времени до 10 раз в сутки женщина может почувствовать легкое напряжение матки, тренировочные схватки. Если они длятся совсем недолго и безболезненно, беспокоиться не стоит, так организм готовится к родам. Подобные ощущения связаны с увеличением уровня гормона релаксина. Благодаря этому постепенно расслабляются ткани влагалища и становятся эластичнее мышцы тазового дна, шейки матки, хрящи таза и связки. Увеличение уровня гормонов эстрогенов делает мышечный слой матки более чувствительным, и движение малыша женщина воспринимает острее. К 36 неделе матка поднимается на максимальную высоту. Ее дно, самая верхняя часть, находится у реберных дуг. После 36 недели, когда головка ребенка начнет опускаться в область таза, будущая мама почувствует, что стало легче дышать. Если интенсивность тренировочных схваток возрастает, а интервал между ними уменьшается, есть вероятность, что начались роды. В любом случае при появлении таких симптомов надо показаться доктору, чтобы он, сделав влагалищное исследование, оценил готовность родовых путей и состояние малыша. Женщине нужно больше гулять, отдыхать, соблюдать рекомендации докторов по режиму и калорийности питания. Два-три раза в день измерять артериальное давление на обеих руках, следить за самочувствием. При любых сомнениях и настораживающих симптомах нужно обращаться к доктору. Одна из главных проблем, которые опусаются акушеры в последнем триместре беременности – преэкламсия или гистоз. В отличие от раннего токсикоза, редко влияющего на ребенка, на поздних сроках беременности он может представлять серьезную опасность для будущего малыша. Ведь это осложнение связано с нарушениями сосудистой системы, которые влияют на работу внутренних органов. Начинаясь с внешне безобидных симптомов, преэкламсия постепенно вызывает повышение артериального давления, появление белка в моче, что чревато нарушениями в работе почек, печени, головного мозга, преждевременной отслойки плаценты. Потому к отекам надо относиться трепетно и не оставлять их без внимания. Сначала у беременной женщины возникают проблемы с ногами. К вечеру они отекают так, что сняв туфли, надеть их снова уже невозможно. Если не принять срочные меры, проблема может усилиться. Начнут отекать руки, живот и лицо. Итак, профилактические меры включают в себя следующая – контроль веса. Становиться на весы надо ежедневно, в одно и то же время лучше утром. В среднем после 32 недели беременности женщина должна набирать около 50 граммов в сутки и 400 граммов в неделю. Если показатели больше, это может указывать на отеки. Контроль за объемом выпитой жидкости и объемом мочи. Количество выпитой жидкости не больше полутора литров должно быть меньше выведенной из организма. Диету. Отдавайте предпочтение отварному мясу и рыбе, молочным продуктам, овощам и фруктам. Умеренные физические нагрузки. Надо как можно больше двигаться, ходить пешком в умеренном темпе. В наши дни отеки не лечат мочегонными средствами, они небезопасны для будущей мамы и малыша. Разрешено воспользоваться лишь легкими растительными отварами. Но прежде чем что-то предпринимать, обязательно посоветуйтесь с доктором насчет кратности приема и дозы.